Каспийская строительная неделя объединяет под своей эгидой важные мероприятия и собирает компании строительные отрасли из различных стран. В рамках Каспийской строительной недели проходит 4-я азербайджанская международная выставка Rebuild Karabakh, 29-я азербайджанская международная выставка Baku Build, 16-я международная выставка Aquaterm Baku, а также 12-я Каспийская международная выставка Red and Traffic. На мероприятии участвуют более 380 компаний из около 22 стран. На выставках национальными и региональными стендами представлены Германия, Венгрия, Великобритания, Россия, Узбекистан и Турция. Также в этом году впервые примут участие компании, занимающейся применением искусственного интеллекта и высоких технологий. «Мы участвуем в рамках выставки Baku Expo Rebuild Karabakh, где наша компания предлагает азербайджанскому рынку строительные решения, которые мы производим. И они начинаются с цементной линейки. И, в принципе, мы знакомы в Азербайджане больше, чем 30 лет как производитель цемента. В начале этого года наша компания открыла в Джабраиле терминал, куда поставляются наши продукции железнодорожным транспортом. И впоследствии данная продукция распределяется по южной части Карабах. На уровне транспортных перевозок мы покрываем прямыми поставками весь Карабах». Посетители имеют возможность ознакомиться с множеством новых технологий, которые могут существенно улучшить строительные процессы. Выставки предоставляют возможность для установления новых деловых контактов, обсуждения потенциального партнерства и расширения профессиональных сетей. С целью поддержки продвижения товаров и услуг микромалых и средних предприятий, расширения возможностей для продаж и установления новых бизнес-контактов, агентство по развитию малого и среднего бизнеса также принимает участие на мероприятии. «С целью продвижения продукции и услуг микромалых и средних предприятий КОБЕ по специальному приглашению участвуют выставки «Ребилд Карабах». На выставке представлено около 10 предпринимателей. Основная задача выставки – это продвижение продукции микромалых и средних предприятий, расширение их деловых контактов и поддержка продаж. Особо стоит отметить, что на текущей выставке доминирует строительный сектор. Также присутствуют компании, которые занимаются мониторингом экологического воздействия. Одной из ключевых целей выставки является предоставление поддержки компаниям, представленным на стенде КОБЕ со стороны агентства в рамках государственной программы помощи предпринимателя. Выставка, посвященная восстановлению Карабаха «Ребилд Карабах», в этом году проводится уже в четвёртый раз. Основная задача – увеличить объём инвестиций в Карабах, привлечь международные компании к развитию и восстановлению региона. В освобождённых районах Азербайджана при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха реализуются различные проекты. Большинство работ выполняется по заказу государственных учреждений. Один из таких проектов – реставрация комплекса «Имарат» в Агдаме. Об этом сообщил глава Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев в кулуарах 4-й Азербайджанской международной выставке «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха». Также в ближайшее время по поручению президента Ильхама Алиевой совместно с Министерством культуры фонд приступит к финансовой поддержке создания мемориальных комплексов в Карабахе. Строительство туристической инфраструктуры вокруг замка Шахбулак в Агдаме также не проходит без внимания фонда. «Мы как фонд возрождения Карабаха ежегодно участвуем в этой выставке. На нашем стенде мы показываем различные проекты, реализованные при поддержке и по инициативе фонда. Мы выступаем за поощрение интереса к Карабаху у представителей общественности, в том числе у молодежи. Наш фонд организовывает различные компании, различные конкурсы, чтобы интерес к этой теме еще больше возрос, чтобы проекты и текущие работы в Карабахе оставались в центре внимания нашего общества. В ближайшее время начнется строительство очень большого центрального парка в городе Физули, возведение различных объектов, в том числе ресторанов, детских и спортивных площадок, мостов и других объектов». В дни выставок в Пакинском экспоцентре организованы тематические уголки для привлечения посетителей. Так в уголке Карабах – страна ковроткачества, отражающем историю и культурные ценности Азербайджана, представлены карабахские ковры. Кроме этого, фондом возрождения Карабаха организована фотовыставка под названием «Урбицит и экоцит в Карабахе». В деловой программе Каспийской строительной недели также предусмотрены B2B и B2G-встречи, панельные дискуссии и сессии, которые позволят участникам обменяться опытом и узнать о последних тенденциях в отрасли.